МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Как грибы после дождя в Муравленко все чаще появляются новостройки? Как изменится город через 5-10 лет? В гости к соседям трудовые бригады из Ноябрьска обмениваются опытом с муравленковскими. И лучшие на предприятии. На доске почета «Газпромнефть» Муравленко – новый герой. Экономика страны развивается, но не теми темпами, которые ожидались об этом в интервью журналистам, сегодня рассказал президент Путин. Так глава государства прокомментировал свое недавнее заявление о том, что некоторые расходные статьи бюджета страны могут быть сокращены. Президент подчеркнул, что речь не идет о секвестре, то есть грубом резании вне зависимости от приоритетов. При этом Владимир Путин считает, что Россия не должна идти по пути некоторых стран, которые наращивают государственный долг и попадают в сложную ситуацию. Если мы ответственные люди, если мы хотим чувствовать себя уверенно, поскромнее, может быть, на каком-то этапе жить, но зато уверенно, значит, что ничего не грохнется, ничего не взорвется и не развалится, тогда мы должны действовать аккуратно и профессионально. Вот о чем идет речь. Муравленковцы задолжали коммунальным службам в общей сложности около 134 миллионов рублей. Если поделить эту сумму на всех жителей, долг каждого составит 3800 рублей. При этом, говорят специалисты единого информационно-расчетного центра, период массовых отпусков особо на ситуацию не влияет. В случае, когда период задолженности превышает полгода, на злостных неплательщиков составляют исковые заявления в суд. Общая задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 1 сентября составляет 133 миллиона 457 тысяч 851 рубль. Подано исковых заявлений на взыскание задолженности населения по жилищной услуге 69 исковых на сумму 1 миллион 633 тысячи 5 рублей. По коммунальным услугам 122 исковых заявления на сумму 7 миллионов 24 998 рублей. В Муравленко все чаще появляются новостройки, особенно это заметно в бывшем 6 микрорайоне, который сегодня не только обрел звучное название «молодежный», но и получил право на вторую обновленную жизнь. Кроме жилых домов, здесь планируется построить и социальные объекты. Где еще развернуться стройплощадки узнавал Эрнест Бавшин. По словам исполняющей обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Эльвиры Садыковой, пока в микрорайоне «Молодежный» вырастают только жилые дома. Их строительство ведется в соответствии с необходимой документацией. Три новых жилых дома уже введены в эксплуатацию, еще четыре планируется сдать к концу года. Готовность строящихся объектов на сегодняшний день составляет порядка 70%. Со строительством новых домов будет развиваться и социальная инфраструктура. Конечно, в любом случае, если граждане проживают, жилые дома застраиваются, естественно, вся инфраструктура предусмотрена. То есть торговый центр будет большой, предусмотрен общий образовательный комплекс для детей дошкольного возраста, и школа там предусмотрена. Это огромное такое. У нас детский сад на 250 мест, школа на 500 мест. Есть инфраструктура, которая сохраняется там. То есть те магазины, которые комплексно были застроены, они там остаются. С учетом расширения парка личных автомобилей, в микрорайоне предусмотрено строительство и многоуровневого паркинга. В другом микрорайоне, административном, уже выделен земельный участок под строительство нового здания ЗАГСа. Он будет располагаться на месте бывшей спортивной площадки Олимп. На градостроительном совете у нас было принято решение о том, что подготовка проектной документации, и, соответственно, там земельный участок у нас уже сформирован, выделен, поставлен на кадастровый учет. Уже процесс запущен. То, что проектная документация подготовлена, эскизы будут представлены на очередное заседание градостроительного совета для рассмотрения. И все, процесс у нас идет. На улице Муравленко строятся сразу два почти однотипных здания. Это торговые комплексы. Ведутся работы и по проектированию музейно-библиотечного центра. А возле магазина «Вавилон» индивидуальный предприниматель возводит детский развлекательный центр. После завершения стройки территорию полностью благоустроят. И, что немаловажно, появятся дополнительные места парковки, за счет которых получится обезопасить детей, идущих в детский сад олененок. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города. Все муравленковские школьники с первого дня учебы обеспечены бесплатными горячими завтраками. Кроме того, кадеты обеспечены двухразовым питанием, а дети из малоимущих семей – бесплатным обедом, который остальным категориям учащихся, а также ребятам, посещающим группы продленного дня, оплачивают родители. Завтраками у нас обеспечены все школьники. Завтраки организованы за счет окружного и местного бюджета. То есть каждый учащийся в городе Муравленко получает завтрак бесплатно. Стоимость этого завтрака для учащихся в начальной школе, то есть 1-4 класс – 34 рубля. Все остальные учащиеся получают завтрак стоимостью 39 рублей. Деньги небольшие. Но нам удается за эти деньги организовать полноценное, сбалансированное питание школьника, завтрак в соответствии с нормами СанПИНА. К соседям в гости муравленковские участники трудовых бригад встречали своих ноябрьских коллег. Ребята обменялись опытом по организации трудоустройства и досуговой деятельности. Все подробности у Татьяны Сорокиной. Традиция поощрять лучших участников трудовых бригад поездкой в соседние города появилась не так давно. Например, в Муравленко раньше было принято организованно выезжать в лес. Но вот из-за пожароопасной обстановки в округе это мероприятие в нынешнем году заменили на поездку в Ноябрьск. А на днях и к нашим трудоотрядовцам приехали коллеги из Ноябрьска. Встреча проходила в молодежном ресурсном центре. Ребята общались друг с другом на разные темы. Какая зарплата, продолжительность сезона, организация питания и досуга. Оказалось, у соседей специфика организации летней трудовой компании подростков значительно отличается от нашей. У нас в городе созданы три отряда, в которых работают ребята. Замечу, что ребята работают из числа состоящих на учете в КДН и ЗП. То есть это трудные ребята. И им в первую очередь предоставляется возможность исправиться, почувствовать, как это работать, заработать какую-то копеечку. В общем, пытаемся так немножко на них повлиять. Помимо меньшей численности отрядов, в Ноябрьске, например, не организовано питание в трудовых бригадах, более продолжительная смена, досуговая деятельность несколько иная. Схожей оказалась специфика труда. В основном это благоустройство города. В принципе, у нас как бы все похоже. Ну, работаем одинаково. Ну, здесь, ну, более как, ну, поудобнее условия, говорят. Ну, здесь кормят, говорят. Мероприятия здесь не такие, как у нас. Вот. Ну, и как-то более, как интереснее всякие разнообразные темы, как бы, как в лагере. Нам интересно все. Вы же соседи наши. Вот наши ребята, многие даже вот знают, есть Муравленко, да, что-то там слышали о Муравленко. А посмотреть, что это такое. Вот. Я здесь не первый раз, и мне здесь нравится. Замечательный, компактный город. Почему нет? Почему нашим ребятам не показать, вот как здесь, у соседей? Чем Муравленко может удивить или порадовать ноябрьцев? Я думаю, вот теплая такая дружеская атмосфера и с солнышком сегодня. У нас вот дождик и пасмурно. Мы сюда приехали, а здесь солнышко. Почему нет? После беседы гостям показали достопримечательности города. А в завершении встречи команды гостей и хозяев в городском парке культуры и отдыха сразились в Лазертаг. Татьяна Сорокина, Вадим Брачек. Новости нашего города. Многие из полутора миллионов первоклашек 1 сентября отправились в школу с портфелями, где вместо учебников лежали планшетные компьютеры и читалки. Начальная школа уже третий год подряд внедряет новый образовательный стандарт. Российская газета вместе со специалистами составила рейтинг гаджетов, которые облегчают жизнь маленьким ученикам. В него вошли основные пять устройств, которые покупают родители, чтобы сделать процесс образования более увлекательным и простым. Это планшетник, цифровой диктофон, ноутбук, смартфон и интеллектуальный глобус. Итак, планшетник, кроме образовательных сайтов, открывает доступ к тысячам бесплатных образовательных приложений, помогает запомнить алфавит, познакомиться с животными и растениями, научиться считать, писать, рисовать. Цифровой диктофон поможет намного быстрее запомнить детям правила и научиться их применять. Ноутбук. Неожиданно, но факт. Раннее приобщение к этому гаджету обеспечивает хорошее развитие речи. Смартфон помогает всегда оставаться на связи и может пригодиться в процессе обучения. И, наконец, виртуальный глобус. Это настоящая энциклопедия. Если нажать на любой географический объект на нем, то макет земного шара тут же расскажет о нем все. При этом эксперты признают, что как бы родители не снабдили своего ученика, в первом классе без прописи и старого доброго букваря все равно не обойтись. Причем надо учитывать, что с экранными гаджетами первоклассникам можно работать не более 30 минут подряд. Мы продолжаем рассказывать о людях, чьи фотографии украшают доску почета «Газпромнефть» Муравленко. Так, по итогам работы за первое полугодие одним из лучших на предприятии признан начальник отдела геологического контроля бурения управления геологией Константин Васильев. С передовиком производства встретилась и наша съемочная группа. Это было для меня неожиданно. Я как бы не очень привык к популярности. Но тем не менее, для меня это было приятно. Это был солнечный день перед отпуском. Я был, конечно, удивлен. Но тем не менее, мне было приятно. Мне сообщили в нашем управлении. Такие чувства испытал Константин Васильев, когда ему сказали, что его фотография украсила доску почета «Газпромнефть» Муравленко. И если это случилось в солнечный день и приятно удивило нашего героя, то вот его первое знакомство с Севером таких впечатлений не произвело. Первый мой приезд здесь на Север – это 1993 год. Я с леса поезда. Мороз был. Тона мороза стояли очень сильные. Ноябрь месяц был где-то 47-48 градусов. Я поразился, как вот все было в тумане. Что-то так мороз сильный. Как здесь люди в таких морозах могут работать. Но низкая температура не испугала Константина Васильева, и он остался на Севере. А приехал он сюда из Казахстана, из города Зыряновск. Родился в семье горных инженеров, и поэтому будущая профессия была предопределена. После окончания Алматинского политехнического института работал горным инженером на Зыряновском свинцовом комбинате. В 1993-м, после окончательного развала Союза, Константин Васильев сменил направление и вместо геологии разработки твердых полезных ископаемых занялся жидкими углеводородами. Я поехал на Север, слышал об этом городе, ноябрь, что здесь живут нефтяники, хорошо живут, трудятся. Все это как бы всегда какая-то романтика у меня. Приезжали с Севера, рассказывали много интересного. И все это заинтересовался, приехал и понравилось. Работал на различных должностях в разных предприятиях, от сейсморазведки до нефтегазоразведочного предприятия. Но вся трудовая деятельность была связана с геологией и, кстати, хватило и той самой северной романтики. Хотя казалось бы, что прогрессивные технологии, применяемые в геологоразведке, полностью перекроили образ бородатого геолога с вещмешком за плечами. На самом деле романтика, да, конечно, сейчас уже как бы в меньшей степени, но непосредственно кто находится на буровой, романтика сохраняется. То есть, да, конечно, сейчас информационные технологии мы руководим отсюда. Скважина – это очень большой труд людей, коллектив и научно-технического центра. И мы в стадии реализации проектов этих, доведения до конца. Но, тем не менее, романтика на буровой сохраняется. В Муравленко Константин Васильев трудится четвертый год, а вот семья по-прежнему живет в Ноябрьске. Жена – педагог, старший сын пошел по стопам отца и стал геологом. А вот младший пока с профессией не определился. Пока его увлечение – это музыка. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго. До свидания. АЗС Газпромнефть. Надежный ориентир. 5 сентября в Салихарде плюс 11. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. В Ноябрьске 7 градусов тепла. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 5 сентября плюс 9. Ветер западный до 5 метров в секунду.